На сеанс к массажисту без страха. Для Ариши массаж не в новинку. Два раза в год по 10 сеансов массаж в её расписании. Это очень эффективный и безвредный способ укрепить здоровье малыша. Он способствует правильному развитию опорно-двигательного аппарата, улучшает кровообращение и мышечный тонус, а также нормализует процессы в организме. Детский массаж эффективен не только для укрепления мышечного каркаса. Его специалисты рекомендуют при задержке речевого развития. Научно доказано, дети, которые получают с самого рождения достаточное количество прикосновений, развиваются лучше и быстрее. А потому специалисты часто рекомендуют маме самостоятельно делать малышу массаж поглаживающими движениями. Что касается массажа в домашних условиях, мамочка может делать его спустя час после кормления поглаживающими движениями в течение 10-15 минут. Массаж в домашних условиях значительно отличается от лечебного. Его назначает педиатр и делает профессионал. Кроме поглаживания специалисты используют другие приемы. Растирания снимают повышенный тонус, разминания улучшают кровообращение, а вибрации улучшают обмен веществ. Общий укрепляющий массаж рекомендован детям с нуля и до окончания школы. Именно в школьном возрасте часто выявляют нарушение осанки. Специалисты говорят, заботиться о здоровье спины нужно с самого раннего детства. Есть противопоказания, когда нельзя делать массаж. Это при острых воспалительных и респираторных заболеваниях, диатезе, склонностях к кровотечениям, грыжах, острых проявлениях нефрита и гепатита. Также при повышении температуры и если есть сыпь у ребенка аллергическая. Обязательное условие для проведения массажа – желание малыша. Для этого позаботьтесь о комфортной для ребенка температуре в комнате или кабинете. И еще несколько рекомендаций. Массаж для самых маленьких лучше проводить в игровой форме, развлекая ребенка прибаутками или, к примеру, считалочкой. Также, если ребенок плохо себя чувствует или возбужден, или в плохом настроении, лучше перенести сеанс на другое удобное время.